Запытание вообще можно отразу, предложая. Вот я. Можно. Зачем? Хочу поздравить Павла и Донбасс с первой победой в Лиге Чемпионов. На что обращали внимание перед игрой? То есть по сравнению с прошлой игрой, где вы видите прогресс в своей команде? Какие моменты удалось за короткий срок? В прогресс, ну скажем так, обратили внимание на ведущих игроков соперника. Есть хорошие канадчики у них там, хорошее звено обратили внимание, попросили с ними поплотнее сыграть. Также обратили внимание то, что нам в последней игре не хватило возврат назад, были провалы, игра на пятаке. Ну и уделили большинству, но сегодня опять же оно не сработало. Так что есть над чем работать. Павел, по большинству показалось, что немножко упростилось. В сторону наброса на пятак больше игры на пятачок. Хорошо заметили. Правильно. Надо начинать от простого. Много-много вот этих лишних передач. У нас были в прошлом игре много большинства. И даже за две минуты иногда максимум один бросок делали. Но так не играется. Поэтому требовали в этот раз сыграть от простого, через бросочек и там дожимать эту шайбочку. Фабрис, мы говорили о проблемах с нашим пауэрплейом, но сегодня у нас есть много пауэрплей, поэтому извините. Пытание для Фабриса, я думаю, мы сейчас увидим, так? Одно есть. Очень простой вопрос Фабрису. Почему ты поиграл руками? Фабрису, очень простой вопрос. Почему у Руан у нас lost сегодня? Что ты думаешь? Фабрису, очень простой вопрос. Я думаю, это было очень простой игре между двумя двумя двумя. И это правда, что мы получили много пауэрплей сегодня, особенно в первой период, это было тяжело для нас. Но после того, что наш пауэрплей не работал. Я думаю, это же самое проблемное для двух командов. И мы получили несколько шансов на втором периоде или третьем. Мы потерялись. Руанетт или големык, которые получили хорошие saves. В этой соревновании, если вы потерялись, то есть детали в конце. В конце концов, я не повернулся об этом. Фабрис заслужен результатом. Багато выучений было в первом периоде. Багато шансов не использовали в втором и третьем. Матя Пентаревич играл в классный матч. Багато насыртовал. Но и наша большинство также желает лучшего. В этом соревновании, вели чемпионов, все детали вы решили долю матча. Фабрис, кто-то выиграл этот матч? Фабрис, кто-то выиграл этот матч. Фабрис, кто-то неизвестен. Фабрис, кто-то неизвестен. Фабрис, кто-то неизвестен. Он спросил меня, что я действительно неизвестен. команды, чтобы делать это. Поэтому я очень приятно. Также мы потеряли один игрок, потому что он не получил его баг. Третья лавка на 3 часа, и мы еще ждем его баг. Я сомневаюсь. В результате Фаблис разрыхал взятые точки. Многая проблема была, что разрыхал отсутствие, и через то, что он просто прилетел его врач. Как это было? Для ВИДЖИБЕ. Ваши вопросы? Вопрос к Павлу Анатоновичу. Вы говорили, что обратили внимание на пятерку первую Руан, на канадскую. На что еще обращали внимание, и насколько сильно успели их разобрать за тот день, который вы делаете? Мы разобрали их игру, постарались полностью. Посмотрели, как они играют в большинстве, в меньшинстве, выходы. У нас сегодня утром раскатки не было. Было конкретное собрание по этой игре, поэтому подошли очень ответственно к этой игре. Максимально все, что можно было, разобрали их полностью. И вот вы во втором периоде... Переведу, скорее. Мы смотрели на канадских игр, особенно в Руане. Это был основной предприятий для нас в СССР. А Павлу Анатоновичу, вы во втором периоде перебросали их противника почти в бой, а почему забить тогда не получилось? Элементарно. Не хватает, не хватает. Где-то игрокам хладнокровия, где-то мастерства не хватает. Поэтому... Моменты есть, но, надеюсь, в следующих играх придет больше, больше голов и шайб заброшенных, можно так сказать. Как был Киев, и как поддержка болельщиков? У вас есть вопрос для вас. Вы любите Киев? Какова атмосфера в Арианах сегодня? Это было огромное удовольствие играть против многих фанатов. После коронавируса, да? Извините? После COVID-19? Я думаю, что для всех, даже для фанатов, они могут смотреть на игры. и для игроков, и для всех. Это хорошо. У нас есть два дня здесь, и мы рады, чтобы быть здесь. Два дня тут нам очень понравилось, атмосфера просто супер. Никто не видит болельщики в таком часе через коронавирус. А когда прилетел вам вчера? Вчера. Хорошо. Отпущу на футбольный вопрос. Хотел спросить, в чем видит Поблиз сильные стороны игры Донбасса? Раз, и в чем сильные стороны игры его команды, благодаря которым он будет победать в следующем матче. Поблиз, что вы думаете какие-то сильные стороны играть в Донбассе? Может быть, какие-то сильные стороны вы видели сегодня, и вы можете использовать в следующем матче в следующем матче? Я не хочу сказать все, но я видел какие-то игры в Донбассе и мы знали, что мы имеем скорость, мы имеем скалы, хорошие скалы, мы имеем технические игры, тоже и так мы должны настроиться об этом. Я думаю, двоих тренеров будут смотреть на этот матче в следующем неделе и мы сделаем не только в месяц. Этот матч снова смотрится. Обидва тренера думают фабрики и все секреты он не хочет рассказать, но он пометил моменты, на которые будут обратить внимание. И сильных в Донбассе значим быстрое катание игроков, хороших игроков. Моя вопрос. Вы смотрите, чемпионаты украинские совершенно будут. Здесь в чемпионате, в котором сейчас играете, скорости через день. Есть ли усталость? И физическая готовность будет ли на следующем матче? Надеюсь, надеюсь. Завтра, ребята, день выходного, этого предостаточно, восстановится. Я уже говорил, мы поработали в августе неплохо. Надеюсь, это нам пригодится в следующих играх. А психологическое? Психологическое. Надо постоянно с игроками разговаривать. Это, опять же, нужно с ними постоянно держать контакт. Перегорели немножко? Не перегорели, но ответственность она чувствуется всегда. В таких играх большая ответственность. Все равно, где-то, говорю, у ребят не хватает опыта выступлений на таких соревнованиях. Есть соревнования, есть все равно волнение. Тут никуда от этого не уйдешь. Фабрис, вопрос о том, что тяжело играть два игры в три дня. Я думаю, что для тебя это тяжело. Два игры в три дня. Что ты можешь сказать? Да, это правда. Это тяжело, потому что мы уехали из Франции очень early. У нас был большой день для путешествия в Анстрию. и это было то же самое после игры. Мы встали early чтобы приехать здесь. Но, в любом случае, я думаю, что все любят эту соревнования. Это огромная возможность для игроков и игроков в этой соревновании. Иван наслаждается участием в Монаме. Ее чемпионе, несмотря на то, что у Ивана две игры за три дня, но они в разных странах, в Австрии и в Украине. Но, все равно Фабрис означает, что, несмотря на то, что все хорошо. Можно сказать вопрос? Фабрису, прошу прощения. Можно? Нет, просто хочу задать. Где было Фабрису и команде? сложнее в Павлиткульте или в Киеве? И это вопрос перелета, усталости, либо это сама по себе команда соперника создала в Киеве. Фабрис, в чем игре было тяжелее? В Австрии или в Украине? И вопрос о путешествии или команды? Нет, я думаю, Клайген это очень хорошая команда. Это фабрису и мы сделали хорошие результаты потому, что у нас было невероятно. 48 сейфов. да, да, но мы не можем сказать про путешествия на путешествии. и игроки в Франции много путешествия путешествия путешествий. Мы путешествуем в машине, мы путешествуем много ночи в машине. так так это было удивительно. И они ровно ровно и они 100% сантиметра. будем относиться с полной ответственностью. Опять же разберем наши последние игры и подойдем с полной самоотдачей. Только будем работать на выигрыш. Будем стараться потому, что нам некуда отходить. И смысл тогда играть, если не настраиваться на выигрыш. Это был самый молодой журналист. И мы можем закончить пресс-конференцию с вопросом для вас. Какое планирование для следующей игры? И какие результаты вы сможете получить? Сначала мы вернемся к Франции. Но не на бассейн. Нет, не не нет, 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 нет. И уже на следующей неделе нужно работать на видео для анализации все и быть готовы для следующей игры в доме. Мы поддержим наши фанаты и мы можем быть вакцины и тоже не есть ограничения? Нет, мы должны быть вакцины или санитарный пас. Не все может получить в ринг. Но если вы хотите увидеть то вы сделаете тест или вы делаете вакцины. Главное будет также подготовиться к игре. Очень много видео будет смотреться. Кто хочет тратить вакцины или сдать тест. Или не едьте туда. Все Донбасс спасибо. Спасибо. Спасибо.